Десница Иоанна Крестителя, пояс Богородицы, Благодатный огонь. Фонд Андрея Бервозванного, который привозит в Россию величайшие православные святыни, открыл свой филиал в Самаре. По инициативе фонда создан Центр национальной славы и реализуется целый ряд крупных церковно-общественных проектов, направленных на пропаганду традиционных ценностей. Одна из главных программ – святость материнства в поддержку семьи и детства. Сегодня Самарская область стала 20-м регионом страны, который присоединился к этому движению. В ближайшее время будет реализован целый комплекс мероприятий в рамках этой программы. Подробности в нашем сюжете. Они привозят в Россию православные святыни со всего мира, организуют общенациональные крестные ходы и занимаются пропагандой традиционных ценностей, на которых веками опиралось российское общество. Фонд Святого Андрея Бервозванного уже больше 20 лет работает ради сохранения культурных и духовных основ жизни. По инициативе фонда был создан Центр национальной славы, а сегодня филиал фонда и Центра начал работать в Самаре. В церемонии открытия приняли участие председатель попечительского совета фонда, президент РЖД Владимир Якунин и Николай Меркушкин, и их супруги Наталья Викторовна и Таисия Степановна. Хороший пример для молодого поколения. Когда фонд переводит великие святения, когда фонд говорит о воспитании и действиях, воспитании молодежи, когда фонд поднимает вопрос святости материнства и ответственности отцовства, особенно в наших условиях гемографических проблем. Это столь важно и столь важно сегодня не только с гемографией, а связано и с защитой тех ценностей, традиционных ценностей, христианских ценностей, традиционных ценностей нашей страны, от которых невозможно отступиться, на которых зиждется наша земля. Это все будет уже разворачиваться здесь руками вас самих, ваших друзей, ваших детей. Да, это все те морально-духовные ценности, без которых нормально наша страна, наше общество жить не может. И то, что сегодня у нас будет открыт филиал, и понятно, что эта работа будет вестись более энергично, более активно, это только будет давать плюс нашим людям, особенно подрастающим поколениям. Фонд Андрея Первозванного организует доставку благодатного огня из Иерусалима, привозил в Самару поезд Богородицы, содействовал установке памятника святым покровителям супружества Петру и Февронии Муромским. Крепкая многодетная семья – такова идеология всероссийской программы фонда, которая называется «Святость материнства», которая работает уже в 19 регионах России. Самара стала 20-м. Если мы не скажем народ, мы потеряем государство. И я думаю, что сегодня мы должны все осознать, все здоровье и силы включиться в процесс не быть равнодушным, прежде всего, детям. Самарская область присоединяется к программе «Святость материнства» официально. Соглашение о сотрудничестве подписывают Николай Меркушкин и председатель попечительского совета программы Наталья Якунина. Задача всероссийского движения не просто пропаганда семейных ценностей. Одно из важнейших направлений – миссия «Ты не одна» – помощь одиноким беременным женщинам, благодаря которой удалось спасти от абортов десятки тысяч младенцев. Тот результат, который нам удалось достичь в 19 регионах, с которыми мы в настоящий момент сотрудничаем, оборожается в тысячах сохраненных жизней. И мне бы очень хотелось, чтобы наша программа поспособствовала бы преумножению населения в Самарской губернии. Так что будем работать вместе. Это наша главная задача. Да. И Самарская область готова оказать самую существенную поддержку людям, которые, несмотря на все трудности, пошли на то, чтобы создавать многодетные семьи. В ближайшее время они получат жилье. Мы сейчас над этой программой тоже очень активно работаем. Мы в этом году, буквально в ближайший месяц-полтора, все многодетные абсолютно получат жилье. Улучшить свои жилья, чтобы можно было нормально жить, а у нас была проблема с этим. У нас были семьи, у которых 9 детей, они не имели жилья. И вот подобного рода вещи, связанные с укреплением семьи, они, конечно, для нас очень важны. И до конца года все дети смогут стать воспитанниками детского сада. В 2014 году в регионе будут построены 20 дошкольных заведений. Одно из них в городе Кенель создавали совместно. Областное правительство и Куйбышевская железная дорога. На днях он принял своих воспитанников. И вот работу принимает руководство предприятия. По оценке Владимира Якунина, это не просто успешно реализованный проект, а один из самых современных детских садов в России. Олег Зверев, Вячеслав Потоцкий, Алексей Вельмискин. Новости губернии.